Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. По хорошей, доброй, состоявшейся и существующей же больше года традиции, в это время, в воскресенье, в 10.06, начинается программа «Открывашка» на 101.0. Добрый день, приветствую вас. Меня зовут Владимир Сметанин. Самое время потянуться, расправить плечи, настроиться на нашу волну 101.0, либо слушать нашу трансляцию в интернете на сайте эхххирова.ру. Моим соведущим тоже сейчас предлагаю хорошенько так потянуться. Так, 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 вот здорово. Расправить свои крылья, плечи. Здорово. Ева Кравцева, привет. Привет. Привет, Софья Занько, привет. Здравствуйте. Сегодня я в девичьей компании здесь нахожусь, но я имею в виду ведущих наших. А вот если сейчас посчитать тех людей, которые у нас находятся в студии, то у нас некое равновесие получается. Не совсем. У нас три мальчика и три девочки равновесие. Я считаю еще нашего звукорежиссера Владу Наговицыну. Ну что, как дела? Расскажите, в крещение купались, не купались? Нет, нет, нет. Только водой нас брызгали. Нет такой слабости? Ева. Нет. Нет. Как в школе дела. Хорошо. Хорошо. Оценки какие в последнее время? В основном одни пятерки. В основном одни пятерки. Ева. 4-5. 4-5. А вот почему не всегда пятерки получается зарабатывать? Нет? Мало внимания подготовки, там, не знаю, домашним заданием может быть. Иногда задают больше по одному предмету. То есть, например, подготовиться к тесту и выучить пересказ. А по другому предмету задают выучить огромный словарный диктант. И по-французскому еще диктант. И все это как-то... А вот на литературу и другие мелкие, там, например, времени просто не остается. В общем, вы очень-очень загружены прям вот всеми этими учебными делами. Особенно окружающим миру. Ну, вы уж простите, мы сегодня тоже будем в нашей программе «Открывашка» говорить о очень умных вещах. Пока, наверное, предметов-то у вас еще пока такого нету, да? Физика я имею в виду. Но у нас сегодня в гостях наши добрые, хорошие, умные друзья, которые неоднократно здесь были. Физики, представители Ревятского государственного университета. Марина Толмачева, доброе утро. Здравствуйте. И Александр Ирнеденко. Александр, привет. Александр у нас обычно не слишком разговорчивый, он у нас отвечает за опыты, так сказать, за наглядную часть. И сегодня опыты мы обязательно будем ставить. Вот у нас есть уже наглядность здесь, всевозможные приборы и так далее. Я уже произнес слово «равновесие». Именно равновесию мы сегодня нашу программу-то и посвятим. Вот если бы меня спросили, Володь, а что такое равновесие? Я бы ответил так. Равновесие – это то, без чего бы нашего мира вообще не существовало. Потому что все у нас в равновесии находится. Согласитесь, Марина, со мной? Согласитесь? Да? Да, равновесие – это такое слово, которое во всех сферах у нас употребляется. Причем равновесие не только физическое, но и некое еще такое духовное, моральное. У нас ведь как, черное, белое, добро, зло, мальчик, девочка и так далее. Вот все в равновесии находится. Но мы сегодня, конечно, сосредоточимся в первую очередь на равновесии как понятии физическом, физика. Давайте начинать. Да, напоминаю сразу нашим ребятам номер 211-101. Мы скоро начнем задавать вопросы. Вы звоните, отвечайте. Получайте призы. Вопросы сегодня, я бы сказал, так будут непростые. Да. Давайте начнем. Наверное, с понятия силы, наверное, следует начать. Да, давайте. Для начала равновесие это, в принципе, это что? Чтобы обосновать ключевые понятия, значит, ну, если мы говорим о равновесии в принципе, да, в жизни, то мы часто говорим, что человек уравновешенный — это человек спокойный, да. Вот физики равновесия — это когда тело находится в покое. В покое физическом, то есть не двигается и не поворачивается. То есть вот я сейчас уравновешенный человек с точки зрения физики, потому что я не двигаюсь никуда. Вот, то есть если я буду громко-громко кричать, я могу сказать, что я не уравновешена с точки зрения психологии. То есть я буду одновременно уравновешена, не уравновешена. Уважаемый ведущий, хорошая черта, по-моему, хорошего ведущего — это тоже уравновешенность, да, когда не склоняешься ни в одну, ни в другую сторону, да. Вот, а физики, конечно, ну вот я уже оговорилась, что это когда у нас тело находится в покое. То есть сумма сил, действующих на тело, равна нулю. То есть не бывает такого случая, что на тело не действуют силы вообще, потому что сила тяжести действует всегда. Мы же притягиваемся к Земле, а мы никуда не двигаемся, не падаем к центру Земли, потому что со стороны Земли тоже действует ответная сила, да, сила реакции, опоры. То есть мы туда давим, а она... Да, 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 то есть равнодействующая сила равна нулю, поэтому мы не двигаемся. То есть не мы равны нулю, а сила, которая удерживает нас на поверхности Земли, она равна нулю, да. Вот, значит, это одно из условий равновесия, когда сумма сил, действующих на тело, равна нулю. Вот, ну, если мы говорим о телах, которые могут поворачиваться, вращаться относительно какой-то оси, то еще есть одно важное понятие — момент силы. Вот, то есть если так же суммарный момент силы равен нулю, то, значит, тело не поворачивается относительно какой-то оси или не опрокидывается. Сань, спрашивай. То есть наше тело тоже ведь находится в неком равновесии, получается. Ну, вот, например, когда мы прямо стоим. Да. А вот почему мы не падаем, я не знаю, почему, вот, когда мы, например, хотим пройти в дверь, мы там, да, никуда не шатаемся, хотя бывает такое у некоторых людей. Итак, почему мы не падаем? Да, почему мы не падаем? Почему мы стоим, умеем ходить? Зачем? Так, значит, с конца. Значит, вот смотри, вот у нас есть модель тела. Вот, скажем, вот это у нас человек, вот это у нас человечек. Александр приносит прибор. Вот это, скажем, вот ножки у человека. Вот это у человека ножки. А вот это, получается, у нас сила тяжести, действующая на всё тело. Она у нас приложена к так называемому центру масс. То есть об этом я хотела сказать позднее, но Рассоня задала вопрос, поэтому поговорим вначале об этом. Вот, значит, центр масс, это у нас такая точка в теле, к которой приложена равнодействующая сил тяжести, действующая на каждый участок тела. А вот это, соответственно, опора, на которую мы опираемся, вот это вот нашими ножками, то есть это вот площадь опоры. И тело находится в равновесии, если у нас центр масс не выходит за площадь опоры. То есть если мы наклоняемся, если мы наклоняемся, мы видим, что у нас центр выходит за площадь опоры. центр массы. Соответственно, мы опрокидываемся. То есть мы будем в покое, пока у нас за площадь опоры не ходят. Именно поэтому мы, скажем, широко расставляем ноги, когда в трясущемся транспорте ездим, чтобы центр массы не вышел за площадь опоры. А вот сейчас, кстати, зимой гололед. Как можно с точки зрения физики объяснить? Ведь мы... На шпагатья ходить. Начинаем медленнее передвигаться, аккуратнее, шаги короче, площадь опоры больше становится. И, соответственно, мы логично сохраняем равновесие. Пытаемся ходить медленнее. Здесь просто еще действуют силы трения. Сила трения уменьшается, и поэтому нам нужно помедленнее коротенькими шажочками перемещаться. Здесь не только с равновесием связано, здесь еще связано с внешними силами. Кто-то хотел спросить что-то еще? Нет. Я бы хотела, наверное, перечислить призы или задать какой-нибудь вопрос. А ну хорошо, давайте нашим физикам дадим небольшую передышку. Так мы очень-то серьезно зашли. Да, сразу начали с опыта всего. Серьезных понятий. Это надо сейчас переварить. Сейчас озвучим те призы, которые у нас имеются. Потом зададим вопрос. Чтобы разбавить остановку. Ребята, не скучайте, не зевайте. Давайте. Итак, сегодня у нас есть книги и приглашения. Энциклопедия «Большое сооружение» для читателей от шести лет. Энциклопедия «Города России». Яков Перельман «Занимательная физика». Очень интересная книга. Она где-то тут тоже была. Вот она. «Занимательная физика». Это очень интересная книга. Сам физик подтвердил. Я даже не знал, что Яков Исидорович Перельман. Да, у Ненька уже жил на планете Земля. «Часадии» для читателей от 12 лет. Очень красивая книга. Тут самая богатая. Все наблюдают, да? Вот это, да? Нет, вот это вот красиво. Красненько. Очень странная, нестандартная книга. «Джентльмены и собаки». Также у нас есть «Драконья сага». 12 тоже плюс. Вот такая вот книжечка. И приглашение. Приглашение в театр «Кукол» на спектакль «Носорог и жирафы». Отлично. Идеально. Для 0+. Приглашение на двоих театр «Наспаскин» на спектакль «Остров сокровищ». Так, приглашение на двоих кота-кафе «Зуки». Приглашение на двоих «Батутный парк Марио». Приглашение на двоих кинотеатр «Дружба». Приглашение на «Масленцу», «Заповедник сказок» на одного человека, к сожалению. Ох, точно. «Масленицу» ведь уже скоро. Блинами объединись. Ура! Ну, больше половины зимы уже позади, так что можно радоваться. Скорому пришествию весны. Все перечислила? Да, все. А, это еще закладка от Деда Мороза. У нас еще есть закладка, кому надо говорить. Ответ сказал Деда Мороза. Привет ему можно передать. Да, он 31 декабря был у нас здесь в эфире. Ну что, давайте зададим вопрос нашим слушателям юным. 211-101. Может быть, физики, гости? Я хочу задать вопрос. Ну, давай. Смотрите, всем известно, что когда космонавты попадают в невесомость, при совершении космического полета на них действует ряд факторов. Например, невесомость, перегрузки, шумы, вибрации, ограниченная подвижность, изоляция и существование в замкнутом пространстве. Вопрос. Да. Какой из этих факторов влияет на работу вестибулярного аппарата? Сложный вопрос такой. Но я думаю, вы на него ответ найдете, потому что тут он довольно примитивный все-таки, если выбирать из факторов. Что в первую очередь влияет на работу вестибулярного аппарата? Да. В космосе? В космосе. Ага. Я там никогда не был, конечно. Я не знаю, что именно. В Википедии была, так что в Гугл вам помощь. По-моему, наши друзья физики даже как-то так призадумались, что же там влияет в первую очередь. И у нас уже что есть? У нас долбят телефоны. Да, долбят телефоны. 211-101. Ну что, нам не знаю. У нас звонок. Там очень умный, видимо, ребенок дозвонился. Такой быстрый ребенок. Ева, приветствуй. Давай, ты задавала, Ева, приветствуй. Хорошо. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? 11. А где ты учишься? В 60-й школе. Хорошо. А какой ответ? Невесомость. И это правильный, кстати, ответ. Да ладно? Да, невесомость. Молодец. Вы не договорились? Нет, вы с Полиной не знакомы с вами? Нет, я ее не знаю. Нет, какая тут невесомость. Она из каких-то далеких там земель. Слушай, Полина, а что такое невесомость? Как иначе можно еще... Какие словы... Какими другими словами можно описать это состояние? Ну, это когда человек взлетает в космос, и он там просто как летает. Он ничего не весит в невесомости, то есть его... Ну, тело, например... На то она и невесомость. Да, если мы просто можем ходить вертикально, и вот... А в невесомости тело человека неустойчиво. Он может просто вот он стоит, а потом резко взлететь и носиться по всему кораблю. Ну... А я считаю, что невесомость — это бесконечное падение. Интересная точка зрения. Физики меня поддержат или не поддержат? А почему это? А у Батвета правильный, на самом деле. Нет, да, да. Давайте слушателя отпустим нашему редактору. Давайте, да, сразу передадим нашему редактору. И, собственно, Полина уже разберется с тем, какой она приз хочет получить. Мы тебя, Полина, поздравляем, конечно же, участвуй и дальше в наших программах «Открывашка». У нас призов много, интересные темы, интересные гости. У меня вопрос. Да. Почему невесомость? Почему это бесконечное падение? Вы сказали, что и тот, и тот, и та, и та версия правильная. Ну, просто невесомость — это когда нет веса. Да. Нет веса. Но человек ничего не весит. Значит, в космосе, соответственно, у нас тело находится в покое, никакие силы не действуют. То есть, да, нет веса, не везет. Он просто падает. Нет. Ну, здесь нужно тонкости тоже. То есть, по человекам нет опоры. Нет. Вот я говорила, почему мы не падаем к центру Земли, потому что у нас со стороны Земли, вот со стороны стула, со стороны пола, да, действует сила реакции опоры, ответная сила. Вот. Вот, а здесь опоры нет. И он просто падает. Да, опоры нет. И все. Как мы можем сказать, что человек что-то весит? Вот смотрите, да, вот мы здесь сидим в студии, да, за столом, за микрофонами, вроде спокойны, уравновешены, а на самом деле мы несем сейчас с огромной скоростью в масштабах космоса. Зачем? Зачем мы это несем сейчас? А у меня вот вопрос еще небольшой, тоже по космонавтике, именно к вам. Как космонавту. Кстати, кстати, в ближайшем будущем, да, мы надеемся, что наш студию, программу «Открывашка» посвятит наш земляк дважды герой Советского Союза, космонавт Виктор Петрович Савинных. Очень интересно были с ним пообщаться. Да, интересный эфир будет. Вот, с наступлением состояния невесомости у космонавта могут возникнуть вестибулярное расстройство. И длительное время у космонавтов болит голова. Вы не знаете, почему? Ну, очевидно, вестибулярный аппарат. Физики ведь, не медики у нас. Да, не медики. Почему голова болит? Находится же в голове вестибулярный аппарат. Вот я не буду углубляться в устройство его, но, значит, там есть чувствительный рецептор, который у нас реагирует на изменения, вот, соответственно, внешних условий каких-то. Вот, и это связано с расстройством вестибулярного аппарата, то есть рецепторы, скажем так, ну, будем говорить приземлённо, растерялись. Спасибо. Ну, в общем, вестибулярный аппарат, как я понимаю, да, это такая система, вот у нас в голове находится. Сейчас нас дает на Сашу, что банкивал у нас медицинский физикон. Да, медицинский, когда мы, собственно, ну, вот, на уровне интуиции, это нам дано от природы, мы понимаем, в каком положении мы находимся. Да? Да, примерно, ну, вот, да. То есть прямо мы стоим, не прямо, лежим мы там и так далее и тому подобное. Ева, ты вопрос хочешь задать нашим слушателям? Да. Да, потом будем возвращаться к нашим. Известно, что вестибулярный аппарат можно тренировать. Какой вид спорта не тренирует вестибулярный аппарат? Варианты? Нет, только один. Какой вид спорта не тренирует вестибулярный аппарат? Да. Ну да, я других вспомнить не могла сегодня, кроме этого. Я тоже знаю, просто знаю. Видимо, вид спорта нужно назвать какой-то такой спокойный, когда ты в пространстве особо не перемещаешься, да? Да. Причем этот вид спорта уравновешен во всех смыслах. Вот так вот? Да? Да ладно, нас не видят. 211-101. Может, видят. Какой вид спорта не тренирует вестибулярный аппарат? Акпарат, да. Продолжаем. Давайте все-таки вернемся к теории. Да, давайте вернемся к физике равновесия. Итак, значит, мы поговорили о силе, да? А, собственно говоря, что такое сила? То есть это мера механического взаимодействия тела, да? Я действую на Землю, Земля действует на меня. Вот, значит, ну, здесь следует еще сказать о плече силы, раз уж мы говорили о моменте силы. Значит, что такое плечо силы? И что такое рычаг? Где у вас плечо? Ну, давайте вспомним не закон Архимеда, а, в принципе, вообще этого ученого, который занимался простыми механизмами. Кто такой Архимед? Да, кто такой Архимед? Да, с телефоном толпят. Ага, видимо, не узнаем, кто такой Архимед. Давай, Сань, приветствуй нашего. Привет. Привет. Как тебя зовут? Зов я. А сколько тебе лет? Пять. Ой, какая умная. Давай, говори ответ на вопрос. Шахматы. Правильно? Да, капитан. Может, шашки? Это не вид спорта. Шахматы. А, то есть шашки у нас нет такого вида спорта, а шахматы есть? Ты умничка, ты молодец. Мы передаем тебе нашему редактору, и ты выберешь приз, который тебе понравится больше всего. Отлично, да, мы пойдем дальше. Да, это действительно шахматы, но что там? Не тренируется там вестибулярный аппарат. Вот сидят шахматисты, подперли голову, подбородок и думают, какой ход им совершить. Я, кстати, в детстве в шахматных соревнованиях участвовал. Знаете, какое место занял? Какое? Последнее. Сколько человек было? Двое? Нет, нет, человек двадцать, наверное, было. Мне сказали, в шахматы умеешь играть. Я говорю, ну, чуть-чуть, ну, поехали на соревнования. Я не умею, я только знаю, что конь буквой Г ходит. Так, продолжай. А меня дедушка учил. Сейчас, видимо, какой-то опыт будем проводить. Ну, вот заговорили про Архимеда. У него есть такая тоже еще фраза, одна из знаменитых. Там есть Эврика, да, когда он открыл. Эврика! Вот, но мы сейчас не об этом будем разговаривать. Значит, он сказал, дайте мне точку упора, я переверну мир. То есть, вот что он подразумевал. И вот, пожалуйста, золотое там правило механики, правило рычага и так далее. Что такое рычаг и зачем он нужен? Зачем ты нужен? Вы используете его постоянно. Это качели, например, да. Вот рычаг качельки. То есть, получается, качель вот такая, вот она в равновесии, пожалуйста. И мы вот так вот садимся, да, и качаемся. У меня подруга боится на такой качельке качаться. Почему? Не знаю, она говорит, что сила тяжести на нее давит, она никуда не хочет слезать. Вот, ну, конечно, опасно, если будет маленькая худенькая девочка, да, и там, не знаю, толстый дядя сядет покачаться на такую качельку. Получится качаться, как думаешь? Хоп, и качаться не получится. Вот, а на самом деле, получается, где мы еще используем, например, тележки, да, чем больше рычаг у тележки, тем нам проще перевозить грузы, поднимать грузы с помощью рычага. То есть, получается, чем длиннее рычаг, тем меньшую силу мы можем поднять. То есть, здесь нужно силу прикладывать большую. Да? Да, Александр сейчас тянет на себя эту деревянную планку. У нас тут такой цилиндр, вот как раз планка деревянная, да. Вот, то есть, чтобы поднять тяжелое тело, слабенький человек должен сделать длину плечо рычага, потому что моменты будут равновешены. То есть, момент силы, это сила, умноженная на плечо. То есть, чем больше плечо, тем меньшую силу мы можем приложить. То есть, сейчас мы, понимаете, имеем в виду не наше плечо человеческое, а... Да-да-да, плечо рычага. То есть, это вот расстояние от точки опоры до приложения силы. Вот. Вот. Используем мы это, кроме качели, где? Вот мы дверь открываем, и у нас ручка находится далеко от оси вращения. Ну, сейчас на дверь как раз. Да, от оси вращения. То есть, если мы ручку приблизим к косяку, там, где вращение происходит, нам нужно гораздо большую-большую силу приложить, чтобы эту дверь открыть. Поэтому она далеко находится. Я как мальчик еще могу такой пример привести. Знаете, вот бывает в механике такое, когда старую ржавую гайку ты отвернуть не можешь. Вот. Обычным рожковым ключом. Трубу надеть просто на этот ключ, так же рычаг дополнительно еще. Да, я как девочка знаю, что так тоже можно делать. Да, я как девочка тоже так знаю, как физика. Да, да. Давайте еще один вопрос нашим слушателям зададим. Давайте его наши физики зададут. Ну, я видел ваши вопросы, они, конечно, непростые. Внимание, 211-101. Ну, вот как раз в тему давайте вопрос. Почему согнутая в локте рукой можно поднять больше груз, чем вытянутая? То есть, например, пришли мы в спортзал и поднимаем гантелью. Согнутая легче поднять, чем гантель? Да, легче. Или, например, напокупали в магазине продуктов. Много-много-много напокупали, все это в пакет сложили. На вытянутой руке его тяжело очень держать. А если руку согнуть, то все намного проще. Или просто можно опустить руку. Да. 211-101. Тогда он свалится. Ждем ваших звонков. Да, и пока ждем. Продолжаем. Так, значит, ну, раз уж все равно сбили, поэтому говорим вообще о всех видах равновесия. Значит, вообще говоря... Ева хочет вопрос задать. Простите. Какой? Мне? А как хила удерживает равновесие, когда крутится? Может, позже к этому перейдем? Да, поскольку у нас уже есть звоночек. Ева, звонок, пожалуйста, на правах ведущего общаюсь. Привет. Здравствуй, меня зовут Аня, мне 11 лет. Опытный, да. Аня, ты уже участвовала у нас? Что-то голос незнакомый. Я тоже не помню. Нет. Нет, первый раз. О, давайте поприветствуем, покопаем. Я думаю, что с именем Ани у нас не так много учений. Да, дебют у нас сегодня был. Аня, да. Расскажи нам немножко о себе. Где ты учишься, как учишься? Я учусь в ВГГ. О, наш человек. Привет, Аня. Кажется, я тебя знаю. Учить неплохо, вот. Молодец. Ты с нашими ведущими-то знакома? Да. Да, вот. Приятно, да? А вы и не признали сначала. Встретились тут. Нет, я думала. Ученики ВГГ. Ну, я не знала. Отвечай. Отвечай на вопрос. Почему согнутая? Да. Почему же это? Напомните, почему... Потому что работают другие мышцы. Ну, когда вытянутая рука, другие мышцы работают... А когда согнутая рука, работают... Совершенно другие мышцы. Гениально. Да. И рычаг меньше получается. Вот. Вот, сейчас, вот. Не про мышцы нам важнее это, а про рычаг меньше. Все равно хороший цвет. То есть мы уменьшаем плечо рычага, при этом сила увеличивается, да? Да. Человек согласен, значит, молодец. В любой непонятной ситуации соглашается. Да. Главное смотреть голосами, соглашаться. Так, молодец. Мы передаем тебе нашему редактору, где ты выберешь приз. Да. Ань, поздравляем тебя с победой в открывашке. Звони я каждое воскресенье. Призов у нас много, и нисколько мы не жалеем для наших слушателей. Маленьких умников и умниц. Сейчас у нас небольшая пауза будет, да, музыкальная. Мы готовы прерваться, после чего продолжим разговоры, и продолжим опыты, и вопрос создавается. Напомню, что сегодня у нас тема равновесия. У нас в гостях физики. Марина Толмачева и Александр Ирнеденко. Скоро продолжим. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ещё раз всем доброе утро. Ева, Соня, давайте ещё раз доброе утро. Привет, приветик. Поприветствую наших слушателей. 211-101, напоминаем номер нашего телефона, открывашка. У нас в гостях физики Марина Толмачёва и Александра Ирнеденко. И мы говорим сегодня о равновесии. Давайте небольшой подыток подведём. Что мы сегодня открыли, что мы сегодня узнали. Почему мы не падаем никуда? Потому что на нас действует сила. Притяжение и оттяжение. Оттяжение. Оттяжение – это сила. Земля нас всех к себе притягивает. Но с другой стороны и выталкивает обратно. И мы находимся в равновесии. Как, например, в невесомости. Мы не падаем никуда. Далеко-далеко. А, кстати, помните эту цифру? С какой скоростью-то несёмся в космосе? Ну так, отвлечься. Ну с большой, в общем. С большой. Я так смотрю на морю. С какой скоростью Земля перемещается? Это сейчас что-то... И ещё, да, для того, чтобы... Так, про рычаг-то. Про рычаг, да. Про рычаг мы узнали. Нам такая Аня ответила про рычаг. То качели по принципу рычага, да, у нас? Да, нам показывали опыт. Чем меньше рычаг, тем больше вес можно поднять. Да. А волчок, кстати, вот Юла... Мы там как бы про спиннеры, когда разговаривали про инерцию, как раз таки говорили. То есть когда массивное тело быстро вращается, оно как раз таки находится равновесии. Да, инерции была посвящена одна из программ отрывашки, где наши физики уважаемые. Значит, ну различают разные виды равновесия. Можно сделать, скажем, такую своеобразную характеристику разных видов относительно поверхности, на которой они находятся. Что с чем делать? То есть равновесие... Ну, характеристику разных видов. Равновесие может быть безразличное, устойчивое, неустойчивое и седлообразное. Вот такие интересные понятия. Мне больше всего нравится. Безразличное равновесие, да, когда человеку все равно, он сидит и мусердан. Значит, это когда поверхность у нас горизонтальная. То есть вот тело находится в равновесии, вот оно не двигается. Если я его отклоню от положения равновесия, оно все равно в равновесии находится. Покоится, никуда не двигается. То есть оно не возвращается обратно, ему и тут хорошо. Оно и тут в равновесии. Я сейчас прокомментирую, у нас шарик, он из чего, из фольги сделан? Да. Шарик просто вот на столе лежит, небольшой из фольги, он никуда не движется. На горизонтальной плоскости. Итак, значит, равновесие называется устойчивым, если при малейшем отклонении тело возвращается к этому же состоянию равновесия. То есть это, соответственно, вогнутая поверхность любая. Вот оно в центре вогнутой поверхности находится в устойчивом равновесии. Если я отклоню, оно возвращается обратно. То есть у нас небольшая ёмкость как раз-таки с крышечкой от баночки. Она не плоская. Розовое. Соответственно, если у нас поверхность будет выпуклая, то на вершине этой поверхности тело будет находиться в неустойчивом равновесии. Вот оно в равновесии, но если я отклоню чуть-чуть, оно отклоняется еще дальше, не возвращается обратно. И еще есть такое сложное равновесие, называется седлообразное. А безразличное это уже? Безразличное это когда на горизонтальной. А седлообразное это, допустим, поверхность в виде седла. То есть, получается, если мы посмотрим, скажем, по одной составляющей у нас будет вогнутая поверхность, а по другой составляющей выпуклая поверхность. То есть, смотря в какую сторону мы предмет отклоним. Кто занимается с лошадьми, давно очень знает, что там находится тело в неустойчивом положении. Да-да-да. То есть, если вперед и назад качание происходит, это достаточно устойчиво. А если вбок, то это уже получается неустойчиво. Главная задача наездника — держать, сохранить. Да, потому что это очень важно. Если вы упадете, будет неприятно. Я честно говорю. Давайте не будем никому желать, чтобы с лошади свалиться. Давайте вопрос следующий зададим. Давайте вопрос. Софья. У меня только про космонавтику. Ева, ты еще не задавала. Нет, ты задавала. Я задавала. Все больше задавала. Есть у тебя еще вопросы? Да, конечно. Давай. 211-101. Уважаемые ребята. Нет. В каком возрасте вестибулярный аппарат полностью формируется? В каком возрасте вестибулярный аппарат полностью уже считается сформированным? Цифры назвать или просто там? Ну да, цифры. Цифры? Цифры. Может, варианты все-таки? Давай варианты. Ну, сложновато. Этот взгляд не было. Мне кажется, сложновато все-таки будет. Ну, мне кажется, интернет четкую цифру выдаст. В Википедии все может. Ну, там не четкая цифра. Там от одного числа до другого. От одного до другого. Ну, может, варианты все-таки. Ну, давай быстро сообразим. Ну, давай. Один год. Один год. Пятьдесят лет. Десять. Или двенадцать-шестнадцать. Двенадцать-шестнадцать. Один год. Двенадцать-шестнадцать. И пятьдесят лет. Вот уже попроще. Звонок. Ну, что, в воскресенье, ну, не хочется... Думать. Так уж особо нагружать наших слушателей. Десять-одиннадцать-один. Мы же добрые люди. Да, продолжаем. Не совсем. А, нет, вот звонок уже есть. Давай, принимай. Ну, Ева, задавала? Привет. И принимай. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. А как тебя зовут? Миша. Где ты учишься? В четырнадцатой школе. Я не расслышал, прости, как зовут? Миша. Миша. А сколько тебе лет? Десять. Круто. Физику любишь? Что? Вот такой же вопрос. Что? Ну, разбираться с какими-то явлениями, вот там, рычаг, что-нибудь... Не рычаг. Не рычаг. Да. Энциклопедии любишь читать? Какие-то познавательные книжки? Молодец. Сегодня у тебя будет прекрасная возможность какую-нибудь умную, хорошую книжку у нас выиграть. Или фантастическую. Отвечай на вопрос. В каком возрасте формируется вестибулярный аппарат? Один год. Что? Один год кому? Вестибулярному аппарату или человеку? Человеку? Нет, неправильно. Давай еще раз тебе дадим возможность. Так, у нас вариант был. Один год, пятьдесят лет и... Десять лет и шестнадцать-двенадцать лет. Двенадцать-шестнадцать? Да. Двенадцать-шестнадцать? Десять лет? Нет. Давайте еще одну попытку дадим. Давай последнее. Чуть-чуть побольше. Там очень просто, откровенно говоря. Двенадцать? Вот, ближе уже, да? Да. Вот двенадцать лет, шестнадцать лет. Вот, он становится подростковый такой возраст, когда тело постоянно меняется, вот тогда и сформируется. Запутали человека. Можно было просто вынайти найти. Ответил, да. Ну, зато сделал для себя открытие, да? Нашел новое знание и запомнит вот сейчас. Да, ты молодец. И мы передаем тебя нашему редактору. Вестибулярный аппарат 12-16 лет. Выберешь приз. Миш, мы поздравляем тебя. Не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором. Так, продолжаем. Так. Какой-нибудь еще опыт. С елкой? Это Марина сейчас Александру коллеги говорит. Да, значит, вот мы говорили про центр масс, да, и сказали, что тело находится в равновесии, если у нас центр масс не выходит за площадь опоры. Вот смотрите, в данном случае опора у нас зубочистка, которая воткнута в пробку корковую, обычную. И, соответственно, ну это разумно, пробка обладает какой-то массой, да, и противовеса никакого нет. То есть мы не можем ее просто положить на палец, чтобы она не упала. Если мы воткнем вилку в пробку, вот, и теперь делаем вот так. Вот, почему у нас, соответственно, опирается также на пальчик и не падает никуда система. Как? Наклонена вилка, я не знаю. Понимаете, что происходит? Ева, опиши, что ты видишь. Что-что-то происходит? Да, что-то, что-то, что-то выходящее за рамки. Представили теперь канатоходца в цирке. Вот та же самая история, когда канатоходец идет по нити и держит... Так, Ева сейчас берет эту конструкцию, состоящую из пробковой... Ой, простите. Соня берет, состоящую из зубочистки, пробки и вилки. Ну, как-то балансирует. Есть еще вот игрушка такая, птица, да, которая на пилике держится на опоре. Ну, потому что, мне кажется, вилка наклонена. Ну, ты вот пальцем... Что с ней происходит? Соня, ты пальцем сейчас чувствуешь, да? Где сила-то вот там? Ну, зубочистка не очень сильно, кстати, давит. Я думаю, если бы там, например... А ты пошатай немножко, вилку пошатай, где там центр тяжести получается. Я вижу, где центр тяжести получается. То есть центр масс не выходит за площадь опоры. То есть вот зубочистка опирается на палец, а центр масс всей системы, это же у нас система в целом, все предметы соединят друг с другом, как одно целое. И центр находится как раз вот под точкой опоры, под пальчиком. То можно только на пальце держать, может, как-то еще. Значит, каким образом мы можем найти центр масс у твердого тела? Вот, скажем, у нас есть... Давай, ты на кисточке сначала. Кисточка. Ну да, взяли кисточку просто, чтобы поменьше бытовой предмет. Но мы видим, что не совсем симметричное. Если у нас будет симметричное тело, то, конечно, если оно однородное, то центр масс посередине находится, в геометрическом центре. А если у нас не симметричное тело, то не в геометрическом центре. Как мы можем найти? Соня, как можем найти центр масс у кисточки? Ну, может подержать, ну вот, например, положить ее на руку. То есть либо методом проб и ошибок мы перемещаем, да, на площадь опоры, либо мы можем сделать вот следующим образом. То есть, да, кисточка. Так, и сводим пальцы. Заметьте, сначала один палец двигается, потом другой. Да, двигается сначала один, потом другой палец. И вот у нас... И вот у нас центр масс. А почему у нас пальцы двигаются не одновременно, а то один, то другой? Потому что тогда бы она шаталась и, возможно, упала. Ева, у тебя какие варианты? Может, мне кисточку тоже подержать? Попробую. О, я вспомнил. Вы на лужах-то катаетесь? Да. Горные. А обычные, беговые? Нет, не люблю. А вы знаете, как у обычных беговых лыж крепление сделать? Как-то. У меня крепление... Под ботинки. Под ботинки. СССР. Под ботинки крепление сделать. Ну ладно, такие старые, которые... Не знаете? Ну, не задумывался об этом. Я не лыжник. Покупил новые лыжи. Так. Нужно прикрутить крепление. Центр тяжести ищешь у лыжи. Вот именно в этом июле, именно в это место крепление. Да. Если я не ошибаюсь. По-моему, да. Ну, наверное, да, это разумно. Да, да, да. Продолжаем. Так, а почему пальцы-то не одновременно? Не ответили на вопрос? Потому что у меня только что упала кисточка. Ну, потому что, когда мы пальцы сдвигаем, у нас, соответственно, на один палец, так как центр масс находится не посредине, а мы по краям взяли, у нас рычаги разные. Рычаги разные. И когда мы пальцы перемещаем, соответственно, у нас там где-то сильнее давит, там сила трения больше. И поэтому палец тормозит. Но это в быту можно использовать, да? Зачастую. Вот я сейчас про лыжи пример привел, в общем-то, в других ситуациях, когда требуется найти. А что это такая за огромная, привлекающая моё внимание чёрная штуковина? Сейчас, подожди. Давай сначала вот о чём. По-моему, язычки пофиг. Спрашивали о катушке. Не её ли это, это не её? Так, следующая наглядность у нас. Катушка небольшая. А, вы то есть будете катить и притягивать, да? Катушка, ну да, сейчас будем магические, физические способности использовать. Итак, значит, здесь, соответственно, ну вот давайте посмотрим просто. То есть я вот тяну за ниточку, и у меня катушка поехала. Видите, да, что происходит? Катушка поехала. А на себя? Соответственно, хоп, и она поехала обратно. Это нитка? Это нитка, это не резинка. Это не резинка, это обычная нитка. Можно мне проверить? Да, проверь. Только чтобы снизу была. Магия. Да, нитка, чтобы была снизу. Вот, но если вы обратили... И на ровной поверхности, чтобы провода не мешались. Если вы обратили внимание, меняется, как я катила, и как Сонина, правда, очень быстро это делает. Это кайфово. Успокою такой релакс такой, да? Ну, вот там сейчас не особо... Короче, здесь дело в приложении силы. То есть, вот смотрите, если силу направить ниже, то она поедет к нам. Если мы больше угол сделаем, отклонение, то она поедет от нас. Здесь дело тоже в моментах. Дай мне, пожалуйста, Саш, маркер. Сейчас я порисую. Соня, дай я покажу, почему, в чем тут дело. В общем-то, каждый желающий сможет смастерить такую катушку, привязать нитку и проводить такие опыты. Да, то есть, вот у меня нитка, если у меня вот так вот под большим углом, соответственно, вот получается, допустим, у меня вот здесь вот так покажу, точка опоры. Соответственно, там у нас мгновенная ось вращения будет относительно этой точки, катушка начинает вращаться. И если я прикладываю вот таким образом силу свою, то есть, вот он, хоп, вот так вот приложено, то есть, у меня плечо силы, это вот плечо силы. А по-моему, это просто черточка. Это расстояние от точки приложения до линии действия силы. Какие умные слова, которых я не понимаю. А я говорю, запоминается, физика-то скоро начнется в школе, пригодится. Скоро, всего-то. А если, скажем, ну, с этой стороны покажу, с этой стороны покажу, то есть, если, допустим, вот точка у меня под большим углом направлена, то есть, получается, вот так, под большим, ой, нехорошо так получилось. Ну, короче говоря, если мы посмотрим расстояние от точки до линии действия силы, они у нас как бы в другую сторону относительно оси направлены. То есть, в одну сторону у нас происходит вращение, вот, а здесь, получается, в другую сторону происходит вращение относительно вот этой точки. Так, ну, ладно, это волшебно, но мы не сильно наглядно. Давайте посмотрим. А давайте вопрос зададим, Марина. А, ну, давайте. Давайте нашим слушателям. Вы заготовили вопросов-то немало. Задавайте. 211-101. Внимание, ребят, сейчас будет вопрос. Так, сейчас посмотрим, какой. Вот вопрос. На закрепление пройденного материала. Так, значит, если мы, вот, мы увидели разные виды равновесия, и вот качели, то есть, у нас, скажем, некая доска уравновешена на площади, на точке какой-то опоры, да, вот, на оси. Если мы уравновесим стержень, однородный, симметричный, из проволоки, за середину подвесим его, вот, и вопрос, останется ли он в равновесии, если мы точку подвеса оставляем, а один из концов сгибаем пополам. То есть, у нас массы-то все равно остаются одинаковые, но вот одну половину согнули пополам, не меняя точку подвеса, сохранится ли у нас равновесие или нет. Так, давайте еще проще попробуем объяснить. Берем стержень, прудик, прудик однородный. Ну, какой длины? Ну, метр, предполагаем, да? Прямо в туку. Ровно за серединку его подвешиваем, да? Да. Ровно за серединку, за центр равновесия. Ну, разумеется, он будет в горизонтальном виде, да? Да. Да. А что будет с ним, если одну половину, вот эти 50 сантиметров, если у нас общая длина метр, согнулись пополам? Так? Да. Правильно. Да. Что будет? Что будет? 211-101. Ну, мир-то не рухнет, надеюсь. Это штука. Ждем вашего звонка. Гениально устроена. То есть, в какую сторону сместится вся эта конструкция? То есть, в какую сторону она находится? А можно не сместиться? Вот вопрос, равновесие нарушится или нет? Сместиться или не сместиться? Быть или не быть. Давайте, кто хочет стать миллионером. А. Сместиться. Б. Не сместиться. С. Куда поехал? Упадет. Д. Не упадет. Исчезнет. 211-101. Мы переходим к следующему, видимо. Действию. Да, вот у нас есть... А, есть уже, да? Звонок есть? Есть звонок? Влад, есть, да? А тебе послушаем. Можно я привожу? Давай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. А сколько тебе лет? Двенадцать. В какой школе ты учишься? В АПГ. Интересное название. Православное, наверное. Да, наверное. Вятское православное. Настя, ты первый раз нам звонишь? Нет. Нет. Нет, я помню, что Настя не первый. Давай, отвечай. Настя, что произойдет с этим прутоном? Длинная сторона перевесит. Длинная сторона, кажется, ниже. Это правильно. Как в кисточке. Может, скажешь, почему? Потому что колено, рычага уменьшится. То есть там, где мы согнули пополам, сила-то осталась та же, а плечо стало в два раза меньше. Да. И у нас сместился центр масс-системы с этой стороны согнутой, ближе к оси вращения. Все правильно, молодец. Мы тебя поздравляем, Настя. Миллионер ты наш. Пожалуйста, не клади трубку. Наш редактор тебе напомнит, какие призы у нас есть. И ты выберешь то, что тебе больше всего понравится. Мне нравится эта штука. Но мне интуиция подсказывала, что несогнутая половина она перевесит. Так, ладно, давайте посмотрим еще что-нибудь, пока у нас есть время. И так, у нас есть... Приклад оружия, напоминаю. Мне топорище почему-то. Топорище? Ну, в принципе, да. Похоже на топор. Деревянные рельсы, наклонные. Значит, чисто логически. Если мы положим тело сверху, оно у нас должно скатываться. Хоп, оно скатывается вниз. Так. Карандашик. Так, да, у нас... Ну, тут не карандашик, палочка. Почти карандашик. Вот, тело скатилось вниз. Значит, если мы положим другое тело, это уже будет не палочка, не знаю, как сказать, двойной конус. Вот положим сверху. Моя любимая катушка. Она почему-то не скатывается. Смотрите. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, если мы положим вообще в самый низ. По идее, он должен съезжать вниз, потому что силы притяжения действуют, да? В смысле? То есть. А он ползет в гору. Поехал вверх. Можно на секундочку? С точки зрения так. Что происходит? Что происходит? Варину поясните. Черное, что за сила тут действует? Значит, если вы обратите внимание, сейчас мы слушателям поясним, значит, рельсы, вот эти наклонные рельсы, они у нас идны под углом. Под углом. Если мы возьмем две параллельные наклонные палочки, он не будет вверх подниматься, он будет скатываться. Здесь дело вот в этом волшебном угле и то, что имеет вот такую форму именно тело. Подождите, а если бы это все продолжалось, он бы бесконечно туда, что ли? Пока хватает опоры. То есть, если бы опора длиннее была, он бы бесконечно туда? Ну, и если у него хватало места, где опираться, так скажем, вот эти плечи. Нет, но если выходить мысленно за рамки студии. Значит, а если мы посмотрим не сбоку, да, вот, Соня, как раз-таки навстречу, когда он к тебе катится, вот обрати внимание, как он едет. У нас любое тело движется так, как у нас движется центр масс тела. Вот именно, посмотри, то есть опора, когда у нас вот из-за этого угла и именно из-за конической поверхности, посмотрите, у нас меняются плечи самого конуса, который опирается. И для него, и вот если ты, Соня, обратишь внимание, центр масс, получается, не поднимается, а скатывается. Вверх. Вверх. Да, то есть вот так вот, посмотри, вот так вот сбоку, видишь, он не поднимается. Получается, что он, наоборот, скатывается с горки. Ой, по-другому положила. Какие там спинеры лизны, вот это самые лучшие эти стрессы. Немножко повернуть, да. Вот так вот. Чудеса. А на этом явлении, работу каких механизмов, например, основанных они там, можете подсказывать? Вот в обычной жизни. Или это сугубо такой вот научный, научная штука, чтобы продемонстрировать? Вот данная штука, наверное, сугубо научная, чтобы продемонстрировать. А так, в принципе, мы можем брать, если не рельсы, скажем, мы возьмем какое-то круглое тело со смещенным центром тяжести. И, значит, соответственно, центр тяжести же у нас стремится занять более нижнее такое положение, да, с минимальной потенциальной энергией. Вот. И, значит, он, соответственно, будет въезжать на эту горку этот цилиндр. Очень любопытно. Соня, тебе понравилось? Тебе понравилось? Видимо, очень. Ева, как тебе? Круто. Ты понимаешь, как это работает? Не совсем. Не совсем? Это прекрасно. Не понимаю, как это работает, да, Ева, но... Это лучший антистресс. Но выглядит это очень даже все симпатично. Антистресс. Слушайте, у нас остается буквально несколько минут. Давайте мы нашим слушателям еще один вопрос задаем. Нет. Мальчик минут. У меня про космонавтику. Ну, ты уже задавала вопросов. Марина, у вас есть еще вопросы? Давайте. Видимо, последний уже нашим слушателям задаем. Вот какой вопрос из тех, которые там есть задать? А любой? Ну, какой вам больше нравится? Я знаю. Какой вам больше нравится? Ваши вопросы передо мной, да, они лежат. Ой, про железо и пух. Нет, давайте в какой-нибудь другой. Ну, задавайте. Так. Значит, ну, давайте про подъемный кран. Давайте. Значит, вопрос такой. Почему подъемный кран не опрокидывается в сторону поднимаемого груза? Интересно. Вот. И почему без груза кран не опрокидывается в противоположную сторону? Угу. Я сейчас такую странную штуку делаю. Я его качу назад, то есть, как должно быть. А он качится к обе. А он возвращается, да. Уважаемые ребята, 211-1. Буквально немного времени у вас есть для того, чтобы дозвониться нам. Почему кран любой башенный, строительный... Когда поднимает тяжелый груз, не опрокидывается. Когда поднимает, например, плиту или еще что-нибудь, он не опрокидывается. И почему, когда он не поднимает, он тоже находится вертикально вполне себе. И не падает. Давайте поразмышляем. 211-101. Вы можете и не формулировать по-научному это все дело. Но как вот вы считаете? А мы уж тут вместе разберемся. Так, у меня вот к вам еще вопрос. Да, к нашим ведущим. Значит, как мы встаем со стула? Вот у меня такой вопрос. Наконец. Вот. А если проговорить? Можем ли мы встать со стула, если у нас, скажем, вот если мы сделаем ноги под углом 90 градусов и, значит, не будем наклонять спину вперед? Нет. Не можем встать со стула. Я не могу. Мы можем только упасть со стула. Мы можем упасть со стула. То есть вы говорите о том, что когда мы встаем со стула, мы всегда наклоняемся вперед. Наклоняемся вперед и еще и ноги подгибаем немножечко под стул. Почему? Потому что мы переносим центр масс тела. Значит, у нас, когда мы просто стоим, мы же не падаем, потому что у нас центр масс через площадь опоры проходит, которую мы можем очертить нашими ногами. Вот. А если мы пытаемся встать, у нас центр масс в одном месте, а опираемся мы в другом месте. Поэтому переносим центр масс несколько. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы именно так встаем со стула? Почему мы живем? Почему мы живем? Это тема... Зачем мы вообще встаем со стула? Тема следующей программы «Открывашка. Почему я живу?» Да. Задумывались ли вы, я имею в виду, что мы встаем-то всегда вот именно так? Ну, видимо, потому что... Наклонились, наклонились, а потом распрямились. Видимо, потому что я не знаю. Видимо, потому что не знаю. Напоминаю, что мы задали вам вопрос, ребята, 211-101. Почему кран не падает, когда он поднимает груз? И когда не поднимает? Что там за сила такая? Ну, видимо, выходим уже на финишную прямую, да? Почему-то у нас нету звонков. О чем-то важном, видимо, еще не сказали. А что это за штука белая? Ну, вот белая штука — это, в принципе, то же, что и призма. Да, ну, еще можно поговорить о таком виде равновесия, что вот у нас однородное тело, любое, да? Вот в данном случае симметричное тело. И, соответственно, у нас равновесие наиболее устойчивое, если центр масс находится ниже, да? Как можно ниже. То есть масса-то одинаково распределена. Ну, вот если в таком положении тело будет стоять, я, например, его... Сань, ну отвлекись ненадолго. Так вот щелкну пальчиком, оно у меня прокидывается, падает. А если у меня тело будет вот так лежать, я так же щелку пальчиком, оно не прокидывается, не падает. Вот, поэтому маленькие дети делают очень хитро. Они ползают. Встают и, значит, падают. Да, так просто центр тяжести находится ниже, и, значит, не упадешь. Я наблюдаю это каждый день моему сыну второму 9 месяцев. О, гоняет, гоняет по квартире. У меня тоже маленькая, младшая сестренка, она тоже первое время только ползала, ползала. Встает, встает, идет, падает. Смеется снова, встает, идет, падает. Ну, этот промежуток в жизни по сравнению со всей жизнью, он совершенно небольшой. Мы куда-то уходим не туда. Да все-таки большую часть жизни человек ходит на ногах. Ладно, давайте подводить итоги. Что вы сегодня открыли, что вы сегодня узнали? Ева, Соня? Я узнала, что, я как поняла, что если рычаг, например, меньше или сгибается, то им проще поднять какую-то тяжесть. Если же рычаг больше или вообще поверхность такая, то очень тяжело поднимать книги, например, даже, если вот тяжело. Как тяжелый камень, например, сдвинуть с земли? Лежит такая большая, глыба. Ты ее толкаешь, толкаешь, не толкается. Что можно сделать? Подсунуть палку. Подсунуть палку. Тот же самый рычаг. И катапультировать ее, если палка не сломается. Да-да-да. Нам пора завершать программу «Открывашка». Давайте правильный ответ скажем. Причем кран-то не падает, так в двух словах. Вот мы как раз только об этом и говорили, что у нас центр масс должен находиться в пределах площади опоры. То есть там конструкция устроена таким образом, что с грузом, без груза у нас центр масс-системы все равно не выходит за площадь опоры, поэтому не опрокидывается. И нужно продумать, конечно, конструкции. То есть если у нас будет недостаточно массивное основание, то тяжелый груз, а любой опрокинет кран. Спасибо. Вот такая очередная интересная «Открывашка» у нас получилась. Спасибо нашим гостям, физикам Марину Толмачеву, Александру Ирнеденко. Тем еще очень много физики. Будем рады вас видеть у нас в студии с опытами. Мы придем с удовольствием. Ева Кравцова, Софья Занькова, Владимир Сметанин. Всем еще раз хорошего утра и отличного дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok